МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о последних событиях Могилёва. Детские аттракционы с улицы Лепешинского перенесут в сквер 40-летия Победы. Место развлечений решили сменить из-за строительства административно-делового центра на месте бывшего дома быта. Сейчас рядом со стройкой благоустраивают территорию. Трёхтысячный ребёнок появился на свет в этом году в Могилёве. Девочке дали имя Арина. В ЗАГСе, говорят, в 2016 году новорождённых стало заметно больше. Для сравнения, за весь прошлый год в Могилёве родилось чуть больше 4,5 тысяч детей. Интерактивная выставка Музея экспериментальных наук открылась в выставочном зале Могилёва. В экспозиции классические оптические иллюзии, оживающие 3D-картины. По ним можно ходить, сидеть и даже лежать на них. Посетителям советуют захватить с собой фотоаппарат. Новости о том, что известный производитель джинсов планирует выпустить мусорную линейку. Джинсы на 20% состоящие из переработанных пластиковых отходов пару лет назад наделало немало шума. Дизайнеры снова заявили о себе, а мировая общественность в очередной раз задумалась о рациональном потреблении. В этом году на Могилёвском предприятии по переработке ПЭТ «Реплас-М» вторсырьё тоже пробуют превратить в конечный продукт, пока не цвета индиго. На этой неделе проходили испытания на двух предприятиях, которые производят ПЭТ-плёнку. ПЭТ-плёнка, она по сути является сырьём для производства уже в свою очередь упаковки. Упаковки для как пищевых, так и не пищевых продуктов. Так называемые тортницы. У нас достаточно много встречается в магазинах упаковок для лотков для яиц. То есть вот это всё делается из ПЭТ-плёнки, а в свою очередь эта ПЭТ-плёнка теперь уже начинает её производить из наших ПЭТ-плёнок. Главное дело «Реплас-М» — это закупка и переработка до состояния пластиковых хлопьев такого знакомого нам ПЭТа. В дело идёт всё. Принято считать, что пробки от обыкновенных ПЭТ-бутылок — это отходы в квадрате. Но на самом деле, если грамотно подойти к процессу переработки, то пользу можно извлечь даже из них. Вот смотрите. Такая получается пластиковая чечевица. Её дальше тоже можно пускать в дело. В Беларуси ежегодно производится порядка 4 тысяч тонн ПЭТ-продукции. В большинстве своём это бутылки. А вот сколько из них доходит до стадии раздельного сбора? В последние годы у Могилёва появился весомый и очень экологичный повод для гордости. Практически 80% ПЭТ-бутылок, которые мы с вами, уважаемые могилевчане, приобретаем и потребляем, впоследствии доходят до раздельного сбора и переработки. Но и 20% всё-таки попадает на полигоны. Мы в этом вопросе в стране практически лидеры. 20% — в Заминском. Согласитесь, есть с чем сравнить. К нашей с вами активности ещё бы и другие регионы подключились, и было бы вовсе хорошо. Пока же предприятие закупает ПЭТ и в Белоруссии, и за рубежом, только бы техника не простаивала. Так что в раздельном сборе, как видите, есть свой смысл. Главное — не лениться. Вот уже более года в Могилёве идёт реконструкция старейшего моста через реку Днепр. И всё это время внимания могилевчан приковано к большой стройке. Эта важнейшая часть городской транспортной инфраструктуры уже этой осенью вновь должна заработать на полную силу. На данный момент работы ведутся с сопряжением графика. Работы производятся уже в финальной стадии бетонирования второй половины моста. Значит, устройство пешеходных зон по проездам. И готовимся к устройству верхних слоёв асфальтобетона. Днепровский мост станет не только шире и длиннее. Изменится и его оформление. Появится новый лестничный марш к Днепру. На мосту уже установили световые опоры и современное защитное ограждение пешеходной зоны от проезжей части. А ещё здесь строят подземный переход, чьи стены станут мини-музеем истории Могилёва. Эту мысль уже реализуем. Всю историю развития города изложить с архивных фотографий. То есть, чтобы жители города могли по ходу движения, по подземному переходу, видеть развитие города Могилёва. От тех времён, которые сохранились в архиве, до сегодняшнего дня. Потолок планируют ламинировать стеклом, на котором будут отображены старинные гравюры, фотографии Могилёва и первого деревянного Днепровского моста, построенного ещё в 1860 году. А вот так мост будет выглядеть по завершении всех работ. Ждать осталось недолго. Строители обещают сдать объект в октябре. История одного из первых могилёвских микрорайонов, юбилейного, началась в конце 60-х прошлого века, когда здесь, в восточной части нашего города, стали появляться первые панельные хрущёвки. Кроме пятиэтажных хрущёвок, здесь планировали строить дома высотой в 20 этажей и выше. Но эти планы таки остались на бумаге. И сегодня на микрорайоне идёт точечная застройка современных жилых зданий. Год за годом район рос. Счастливые новосёлы обживали свои квадратные метры. Сегодня на юбилейном проживает больше 15 тысяч человек. В настоящее время на микрорайоне основные улицы – это Королёва, Народное ополчение, Днепровский бульвар, бульвар юбилейный. Ну и также частный сектор примыкает к нашему микрорайону. Магистральная улица микрорайона – улица Королёва. Самое приметное на ней – здание завода «Электродвигатель». Его история началась в 1945 году. Сначала «Электродвигатель» был металлообрабатывающим комбинатом и располагался на территории нынешнего завода «Стромашина». Уже с начала 1946-го предприятие приступило к выпуску металлических изделий, строительных фурнитур и предметов домашнего обихода. В первые послевоенные годы под маркой «МАК» за пределы города и республики стали отправляться дверные ручки-задвижки, замки и петли, сковородки и кастрюли, канистры, лампы и даже коньки-снегурочка и хоккей. Несмотря на достаточно молодой возраст, улица Королёва успела попасть в исторические хроники нашего города. Стоит сказать, что улица Королёва включена в один из могилёвских туристических маршрутов. Ведь именно здесь можно увидеть места, где форсировали Днепр и вели бои за город-воины. 49-й и 50-й армии 2-го Белорусского фронта, который в июне 1944-го освобождал Могилёв от врага. Юбилейный – это спальный микрорайон. Для жителей здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Но что его отличает от других подобных районов – близость к центру города. Юбилейный – это центр, так и называют. Можно пешком дойти до Минского рынка. И я даже хожу до спутника, до областной больницы пешком. Как кажется, всё радужком. До центрального универмага тоже пешком можно дойти. Ну, куда надо, туда ходим. Здесь стоматология областная, как говорится. Всё удобство, всё на месте, всё устраивает. Комплименты в адресе Юбилейного можно услышать и от могилевчан с других районов. Даже от самых маленьких. Где ты живёшь и нравится ли тебе здесь? Нравится. Я живу на Якубовского. А что тебе здесь нравится? Площадка. А ты приехала в гости? Да. А расскажи, пожалуйста, что вы здесь на площадке делаете? Играем. На горке катаемся. С Юбилейного в Заднепровье и обратно люди долгое время добирались с пересадками через весь город. Пока 20 лет назад два Днепровских берега не связал мост, который могилевчане по сей день называют новым. Первое сентября не за горами. Родители и школьники должны подойти к школьному сезону во всеоружие. В рубрике «По карману» мы решили подсчитать, во сколько в среднем обойдётся родителям собрать ребёнка в школу. Впервые за долгие годы главный Могилёвский школьный базар сменил прописку. Основная площадка учебного шопинга теперь возле торгового центра «Парк Сити» в микрорайоне Казимировка. В другом районе города на Пушкинском проспекте покупателей ждёт ещё один школьный базар возле торгового центра «Престон». Мы прошли по рядам и приценились. Детский сад, в школу, в универ, всех соберём. Восьмилетняя Даша в третий класс пойдёт в новом сарафанчике и нарядной рубашке. За всё отдали 80 рублей новыми или 800 тысяч рублей старыми деньгами. Цены, знаете, минимум 3 миллиона. В сумме собрать ребёнка в школе? Да, да, да. С одеждой, с констоварами? Да, да, да. Но, понимаете, есть... Ну, конечно, кто-то может себе больше позволить, кто-то меньше. Ну, очень хорошее. Надо выбирать. Одеть школьников старших классов, считай, отдать всю зарплату. На одежду? Ну, миллиона два, наверное. И плюс? Школьные предметы. В какую сумму хотите вложиться к первому сентября? Ну, миллионов пять, наверное, за всё. Хорошо. Вот если ты приходишь с мамой, кто в конце выбирает, говорит, вот хочу всё-таки вот эту рубашечку или вот эту? Кто последний? Последнее слово, говорит, ты или мама? Мама молодец. Тем, кто хочет сэкономить время на рынке, предлагают универсальный портфель. Его уже собрали за покупателя. Пять в одном. Рюкзак, всё включено. Да. Фликер, пенал, сменка. Расписание и отдельная папочка, в которую можно вложить формат А4. Стоит такой рюкзак аж 85 рублей. 850 тысяч. Всё-таки выгоднее брать обычный. Отдадите вдвое меньше. В родительских списках пару комплектов школьной формы. Уличная, спортивная обувь, сменка, ну и констовары, которые вроде бы по отдельности недорогие, но в сумме потянут на полмиллиона. В сумме где-то от 500 тысяч собрать по констоварам ребёнка в школу. А младший классник? Детский сад ещё больше. Старшая группа детского сада и первый-вторый класс обычно выходит около 800 тысяч. От 800 тысяч. Если приходит мама с ребёнком, кто выбирает? Мама или ребёнок? Мама советует, ребёнок выбирает. Всё-таки больше у мамы, знаете. Если ребёнок покажет «хочу тетрадку с геометрией», мама скажет «дешевле вон та зелёненькая». Всё-таки мама предпочтительная, в основном мама, конечно. Деньги у мамы? Да, естественно. Хорошо. А вот если бабушки и внуки приходят, тогда внуки выбирают абсолютно. Владислава в первый класс собирает мама и дедушка. Нам главное, чтобы он был красивый, практичный, удобный. Тебе нравится? Посмотри. Нравится. Хорошая ткань, чтобы была. Удобно? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, в какую сумму планируете вложиться, чтобы собрать полностью ребёнка в школу? Ну, грубо говоря. 7-8 миллионов. Настоящее испытание ждёт родительские кошельки, если в семье несколько школьников. Во сколько примерно планируете? Сколько денег потратить? Да, сколько вложиться? Миллионок три. На одного. На одного? Наверное. Всё покупать надо. В какую сумму планируете вложиться? Ну, не знаю. Купили костюм. Купили кеды, спортивный костюм купили. Ну, сколько уже денег ушло? Ну, почти. Ну, не считали ещё. Это только на первоклассу? Да. Плюс ещё. И плюс девочка, да. И цветы ещё надо. Ну, цветы потом ещё рано. Вот пару советов, как сэкономить на школьных покупках. Не игнорируйте школьные базары. Цены там и правда немного ниже, чем в магазинах. Приценитесь. Сперва просто обойдите рынок, присмотритесь к ценам и ассортименту, и только потом делайте покупки. Готовьте список. На месте от пёстрых констоваров разбегаются глаза. Составьте заранее перечень нужных предметов, чтобы не покупать лишнего. Не переплачивайте за яркую упаковку. Тетради с изображением популярных мультперсонажей и пёстрые упаковки фломастеров стоят заметно дороже. Не берите одежду и обувь на глаз. Обязательно всё меряйте на ребёнка, иначе всё будет пылиться в шкафу. Ждите. Не стоит сразу отовариваться на год вперёд. Купите самое необходимое на сентябрь, а через пару месяцев спрос на вещи упадёт. И сможете купить их по приемлемым ценам. Следите за распродажами. В августе в магазинах часто объявляют дни скидок или предлагают закупиться в рассрочку. Как показывает практика, основной поток покупателей направится на школьные базары после 15 августа. Работать торговые ряды будут до 31 августа с 10 до 18.00. Первый в Могилёве тренажёрный зал под открытым небом появился в этом дворе на улице Гришина. Позаниматься здесь можно абсолютно бесплатно. Поэтому неудивительно, что даже в будний день здесь полно народу. На прогулке с детьми молодые папы теперь не могут удержаться, чтобы не размяться. Уличные тренажёры и турники для воркаута. Всего за неделю площадка на Гришина 96 стала местом семейного отдыха. Практически каждый день, сейчас я в отпуске нахожусь, с детьми ходим и утром, и вечером. В основном, постоянно видно, людей здесь много. Хотя сейчас до обеда меньше немножко, но после обеда их больше. Мы приехали из России и пошёл с дочкой погулять. Увидели тренажёры. У нас, конечно, такого нету, но будем надеяться, что и у нас такое сделают. Конечно, для молодёжи это, мне кажется, очень хорошо. Тренажёрный зал под открытым небом – это первая проба могилёвского предприятия Ольса создать подобные конструкции. На вооружение взяли опыт московских коллег. Ещё когда монтаж производился данной спортивной площадки, уже с остановки шли люди и спрашивали, что это будет, будет ли это за деньги, либо бесплатно. Мы, естественно, говорили, что это будет бесплатно абсолютно. В спортзале очень дорого, а тут можно и подкачаться, и на свежем воздухе, и друзей можно сюда взять, потому что не нужны финансовые средства на это. А скажи, результат-то есть? Безусловно. Это тренажёр «Лыжник» называется. Вот вы можете встать на него, сейчас покажем, как им пользоваться. Залазьте, становитесь. И как на лыжах, на нём вот так вот. Это самый популярный тренажёр на площадке, дети с него просто не слазят. Он парный, это как-то. Да, но можно и одному человеку. Не-не-не-не. О! А, так мне помогает. О! А если вот так? Ну тут вообще детки занимаются, нормально получается. Ну я... Позорище. Можно идти. Легко, я вам скажу. Есть возможность помогать ногами. Если сил не хватает, можно помогать ногами. Пара тренировок, я буду Натальей Новожиловой. И тут даже наш оператор не выдержал и, бросив камеру, присоединился к тренировке. Программа «Встретимся у звездочёта» новой площадке ставит лайк. Максим и Костя мечтают стать футболистами. Здесь качают мышцы ног. Сюда приходите сколько раз в день? Один раз в день. Раз в три. Да. Раз в три в день. Утром, потом днём, потом под вечер. А мама с папой приходит сюда заниматься? Да. Я с мамой прихожу сюда. Эти тренажёры предусмотрены для людей разного возраста и физической формы. Сейчас полдень, будний день, но уже сейчас за моей спиной десяток человек. А что творится вечером, люди выстраиваются в очередь, чтобы опробовать новые тренажёры. Какой тренажёр тебе больше нравится и почему? Вот этот вот. Мышцы качаются хорошо. Моя сестра хочет стать худой. Моя сестра хочет стать худой. Взяла и выдала все секреты. Сейчас на предприятии Ольса разрабатывают ещё семь новых тренажёров. Возможно, скоро могилевчане смогут их опробовать. По поручению председателя горосполкома Владимира Сумарева, уже в сентябре похожий спортивный комплекс установит и в микрорайоне «Спутник». Есть идея создать спортивный зал под открытым небом и в парке в Подниколье. А значит, могилевчан, сменивших диван на тренажёры, конечно, станет больше. В 70-е годы советские юноши и девушки начинают комсомольскую стройку БАМа. СССР запускает первый луноход на экранах телевизоров, балет и голубые огоньки. Но на танцплощадках советских городов уже звучит запрещенный рок-н-ролл. Железный занавес, колышут сквозняки перемен, и семена западной культуры попадают на благодатную почву. Каким же был могилев в 70-е? Над входом был барельеф Сталина, барельеф Горького. Спускались, здесь стоял пионер-гарнист, здесь пионерка честь отдавала. Главная танцплощадка могилева находилась в парке Горького. На лобном месте собиралась продвинутая городская молодёжь. Вот где-то вот здесь было большое дерево, вот если так, вот забор, было здесь дерево, вот стояло дерево. Вход на танцплощадку был там, оркестр сидел всегда наверху. Более 40 лет здесь не звучал старый добрый рок-н-ролл. И программа в гостях у звездочёта попыталась возродить добрую традицию. Я считаю, что это была такая могилёвская мека. Это культовое было место. Мека, которая, не знаю, являлась местом просто даже не время провождения, а время существования. Официально на танцы продавалось 300 билетов. Но людей собиралось в два раза больше, вспоминают рок-н-ролльщики. Репетировали музыканты недалеко от Советской площади в клубе 12-го строй «Треста». Романтики – первая музыкальная группа, игравшая идеологически опасный западный рок-н-ролл в Могилёве. В то время, когда мы поигрывали, был очень большой дефицит информации. И информации именно музыки, ну не знаю, мировых течений, тенденций. Мы переигрывали темы, которые вот только-только горяченькие выскакивали. И у нас был человек, который покупал пластинки, ну по тем временам за сумасшедшие деньги. А после танцев променад продолжался на Рентгене. Возле кинотеатра «Червоная зорка». «Пилёва вверх». «Говорит вверх». «Это первая креница, на которой мы могли что-то…» «И что еще и знаем». В 11.30 по воскресеньям ловили радио «Швецию». По субботам звучал легендарный «Сева новгородцев». Это была прямая трансляция из Лондона. А вечером – «Голос Америки». Говорят, можно было словить даже радио «Люксембург». Хорошо, когда было несколько приемников. Тогда выстраивали какую-то линию. Квадр был. Одного глушит, у второй. И квадр. Объем был. Объем был. Там просто вылавливали, одного было настроено без помехи, другого с помехами. И была мечта написать заявку туда. Поклонники раннего рок-н-ролла считают, что меломаны того времени по-прежнему среди нас, как часть истории города. В музыке, на кинопленке, в воспоминаниях и на старых фотографиях. Которые легко проецируются на современные городские пейзажи и выводят их, молодых и красивых парней и девушек, на улицы старого города, который хранит в своей памяти целую эпоху. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok У нас скоро будет бриллиантовая свадьба. Уже отметили серебряную, золотую, 50 лет, уже перешли на бриллиантовую. Мы танцуем всю жизнь. Дети были маленькие, все равно старались куда-то выходить. А сейчас у нас уже внуки, правнуки. Мы всю жизнь посещаем танцам. Если вдруг погода плохая и нет танцев, то мы что-то потеряли. Вы понимаете? Это все наша жизнь. Вот будем, а так стоим спокойно, мы не можем стоять. Для пожилого человека это физкультура. Это все. Ходит плохое, а хорошее, кому возвращается. Хорошая музыка, хорошие танцы. Люди много, веселые. Здесь вот мы ходим уже лет 10 и почти, что голову повернуть налево и направо. Все знакомые. Все абсолютно. Хорошая музыка, хорошая музыка. Это хорошее настроение. Весело. Встречаемся с подругами, пенсионерами. На даче днем работаем. Вечером приходим в танцы, веселимся. Вот такая музыка веселее. Зажигает нас. Вы хорошее дети зажигаете. Да, пойдем зажигаться. Вечером приходим в танцы, веселимся. Песел, дождь. В первый раз я любил, и от счастья был глуп. В первый раз прыгубил, димет в Торьего. Там, на том берегу, там, на том берегу, Было то, что забыть никогда не смогу. Там, за быстрой векой, вечером. Спасибо! Продолжение следует...